положение обязывает la noblesse oblicue французское слово noblesse имеет два значения дворянство и благородство известную поговорку точнее было бы перевести благородное происхождение обязывает возможно таков и был ее первоначальный смысл к чему же она обязывает собственно ко всему тому о чем у нас шла речь и ко многому другому о чем мы не успели сказать в погожий летний день тут настоящее светское гуляние прохаживаются и сидят люди с отличными манерами они учтиво друг с другом раскланиваются благовоспитанно разговаривают в пол голоса нередко вставляя французские слова если случится пройти тут даме из жен барака знакомые очень изысканно целуют ей руку у большинства этих светских людей вид потрепанный и болезненный на них одежда обтершаяся на тюремных нарах но держатся они чопорно и даже надменно это защитная реакция упраздненных попытка как-то удержаться на краю засасывающей лагерной трясины предохранить что-то свое от размытого от размывания мутной волну волной обстановки прививающей подлую рабскую психологию хлипкая внешняя преграда странная сцена словно приснившиеся во сне но режущая слух словосочетания дама и жен барака вместившие в себя трагедию и уродство нашей жизни подсказывает что это не сон и не фантазия российская действительность 1920 годов волков один из членов соловецкого дворянского собрания описал его в своей книге погружение во тьму а уже в наши дни глубоким стариком олег васильевич заметил иногда мне кажется что я сумел выдержать все это потому что ни разу не позволил себе крепко выругаться леоноблис облик может быть особенно ярко раскрылся глубокий смысл этого изречения именно в тех обстоятельствах жизни на которые было никоим образом не рассчитано дворянское воспитание в советской россии в этих обстоятельствах оказались сразу тысячи людей и они повели себя по-разному далеко не все смогли сберечь честь в том смысле которые вкладывали в эти слова их предки не нам их судить вспомним о других людях особого типа они жили в перенаселенных коммуналках нередко переделанных из их собственных роскошных квартир ездили в набитых трамваях выстаивали бесконечных российских очередях и не унижались настолько чтобы придавать всему этому слишком много значения нужно было зарабатывать себе на жизнь они учили детей музыки и французскому языку а впрочем брались за любую работу и кажется неплохо справлялись их детям необходимо было пролетарское происхождение чтобы получить высшее образование бывшие барыни становились швиями и поварихами многим из них выпал и вовсе страшный опыт опыт призванный растоптать в душе не только все благородное но просто все человеческое и все же находились люди которые возвращались из ссылок и лагерей не утратив ни собственного достоинства неправильной русской речи не даже безукоризненно хороших манер русское дворянство это соль нашей культуры